Стеклянные, пластмассовые, бумажные, даже редкие ватные. Музей Чернышевского сегодня в глазах рябит от новогодних игрушек. Столько ни на одной елке страны не увидишь. Здесь сегодня открылась предновогодняя выставка. По одной из версий, первые елочные игрушки появились в 16 веке. По другой, это произошло в конце 19 в Германии, в местечке под названием Лауша. По легенде, люди использовали для украшения деревьев сначала самые обычные яблоки. Но в неурожайный год настоящие фрукты пришлось заменить на искусственные. Ну, к примеру, вот на такие. Что касается России, у нас первые елочные игрушки делали из ниток, тряпок, соломы, шишек. Ну и только потом начали делать из фольги и бумаги. В России же вообще игрушки очень долго делились на игрушки для бедных и богатых. Например, для жителей России в конце 19 века купить игрушку из стекла было приблизительно то же самое, что купить современному россиянину машину. Кстати, в музее Чернышевского сегодня учат делать именно таких вот кукол. Ласта Борисовна, сложно ли сделать вот такого вот ангела или вот такого вот чуда? Нет, совершенно не сложно. Берем, кладем в центр этого нашего квадратика и закладываем на косоночку вот таким образом. После чего вокруг этой у нас голова, перевязываем. Вот видите, мы расправляем, расправляем эти складочки и получается у нас крылышки и платьицы назовем. Умею чем? Это делается очень быстро. Во время Первой мировой войны елки были запрещены, как вредный немецкий обычай. Вновь появились они только в 1935 году. К этому времени изменились и елочные игрушки. Они стали, ну что ли, пропагандистскими. Например, в 1937 году была выпущена серия незабываемых елочных шаров с изображением членов Польтбюро. Ну представляете, как страшно было разбить такое украшение. Мы можем посмотреть на елку и будем шагать действительно от десятилетия в десятилетие. И каждое десятилетие, оно отличается чем-то иным, чем-то особенным. Она совсем не безликая. В 70-х все стало более скучно. На смену уникальным игрушкам пришли серийные игрушки с абстрактным узором. И сегодня найти украшения с ручной росписью очень сложно. По крайней мере у нас. За границей, например, в Париже ежегодно проводят выставки новогодних украшений. Кстати, считается, что мода на новогодние украшения повторяется каждые 4 года. Так что если вы в этом году купили оригинальные новогодние игрушки, после праздника уберите их на антресоле. В 2015 году вы снова будете на пике моды. Ольга Маркова, Александр Королев. Новости. Телеобъектив. Ольга Маркова, Александр Королев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...